В Самаре сегодня утром, 21 февраля, столкнулись три автомобиля. Они обошлось без пострадавших, сообщили в Главном управлении МВД России по Самарской области. Как уточнили в полиции, ДТП произошло в 7.35 на проспекте Карла Маркса. 34-летний водитель за рулем Лада Гранта ехал со стороны улицы Ново-Вокзальной. При повороте налево на проспект Кирова, нарушив правила дорожного движения, он врезался в другую Лада Гранта под управлением 24-летнего самарца. От удара автомобиль отбросило на Рено Дастер, который двигался в направлении улицы Мирной. Пострадала пассажир второй вазовской легковушки, ее доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии. На этой неделе Самарская область находится во власти сибирского антициклона. Снегопады прекратились, а мороз усилился. Как уточнили в Приволжском, у ГМС дополнительное выхолаживание земли при слабом ветре привело к понижению температуры воздуха в ночные часы, особенно в восточных районах региона. Если днем 21 февраля еще не ниже минус 12 градусов Цельсия, то в ночь на 22 февраля столбики термометров покажут минус 20. Местами в области мороз покрепчает до минус 26, днем теплее – до минус 14. Малооблачные без осадков со слабым ветром. В праздничный день 23 февраля в ночное и дневное время так же морозно, как и днем ранее. Самарцев порадует солнечная и безветренная погода. Температура воздуха будет комфортна для катания на лыжах и коньках, а также для прогулок от минус 9 до минус 14 градусов. В выходные 24 и 25 февраля сохранятся мороз и солнце. Ночью до минус 25 градусов Цельсия, днем не ниже – минус 13. Послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 29 февраля, станет постановкой задач на ближайшие 6 лет. Об этом глава государства сообщил на форуме «Оси сильной идеи нового времени». Послание – это не просто разговор, а постановка задач, которые мы стремимся развивать. Ну а с учетом политического календаря, это будет постановка задач на ближайшие как минимум 6 лет, отметил Владимир Путин. В этом году Владимир Путин выступит с посланием в 19-й раз. В этом году лето в России станет самым жарким за всю историю наблюдений. По словам синоптиков, уже в июне температура ожидается на 7 градусов выше нормы. Так в Москве, Твери, Калуги и Калининграде обещают до 35 градусов в самый разгар сезона. Жаркие рекорды также ожидаются на Дальнем Востоке, Урале в республиках Северного Кавказа, в Сибири, а также в регионах Поволжья, в том числе в Самарской области. Специалисты объясняют прогнозируемый погодный феномен влиянием на климат теплового явления под названием «Эль-Миньо». Речь идет об изменении температуры воды в экваториальной части Тихого океана, которая оказывает сильное влияние на климат. «Эль-Миньо» спровоцирует серьезные аномалии погоды на всей планете. Выдающийся путешественник Федор Конюхов намерен установить мировой рекорд по дальности полета на мотопараплане в Арктике. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС. Федор Конюхов вместе с пилотом Игорем Потапкиным в июле совершат экспедицию на двухместном мотопараплане в высоких широтах Арктики. Они планируют стартовать с дрейфующих львов земли Франции Иосифа, куда доберутся на атомном ледоходе. На мотопараплане они хотят достигнуть Северного полюса и установить мировой рекорд по дальности полета. Расстояние в 900 километров рассчитывают преодолеть за 15-16 часов, двигаясь со средней скоростью 60 километров в час. После приземления на Северном полюсе Федор Конюхов развернет одиночную дрейфующую станцию в Северном Ледовитом океане. Он собирается исследовать сейсмическую активность дна и маршруты дрейфа его ледяного покрова. На станции путешественник пробудет три недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова